в собственном купленном там жилье. А примерно пятая часть расположится в съемных апартаментах. Все как в обычном городе на суше и даже лучше. Если, конечно, не считать цены на квартиры и на проживание. Они кусачие, но зато на любой вкус. Выбор пока есть, однако уже 20 тысяч помещений уже продано, в основном британским подданным. Создатели плавучего города предполагают, что когда они будут спущены на воду, цены подскочат на порядок. И тогда планируется распродажа апартаментов с аукциона. Уже сейчас самая заурядная квартирка стоит около 1 миллиона долларов. Корабль свободы – место, где можно будет жить постоянно, как в обычном городе, даже не сходя никогда на сушу. Кстати, причалить такой гигант не сможет нигде, поскольку разнесет любой причал. Общение с сушей предполагается через отправку туда и обратно катеров, самолетов и вертолетов. Аэродром для авиации разместится на крыше верхней палубы, а авиапарк будет состоять в основном из небольших самолетов, вмещающих по 40 человек. Поэтому при необходимости срочного визита на сушу не нужно дожидаться прибытия к ближайшему берегу. Авиация доставит из любой точки океана. Инфраструктура плавающего города позволит жить здесь полноценной жизнью. Учебные и медицинские учреждения, магазины, кинотеатры, банки, стадионы, бассейны, катки, казино и даже заводы и мастерские дадут людям все те же возможности, что и на суше. Здесь же расположится самая большая в мире беспошлиная торговая зона с беспошлиным торговым центром. И заниматься бизнесом здесь будет очень выгодно. На двухстах якорах разместятся рекреационные объекты, сады, парки и даже перелески. Для жильцов с питомцами не будет проблем ни с их содержанием, ни с выгулом. 25 пал у плавающего города вместят все, что необходимо для того, чтобы жить и не тужить. Скучно не будет. Ностальгия по суше не грозит, поскольку здесь будет все то же самое, что и там. Даже бегающие трамвайчики на одной из палуб. И, конечно, не будет недостатка в морских развлечениях. Для тех, кому мало размерного путешествия по морю, предоставится возможность прогулок на принадлежащие городу катерах и подводных лодках. Предусмотрено посещение туристами, для которых создаются 30 тысяч мест в отелях. Предполагаются ежедневные экскурсии с туристической программой. Маршрут плавающего города уже разработан. Он будет вполне определен.